здравствуй страна и так жара вчера у меня был очень-очень трудовой день я даже не брал камеру в руки просто было некогда я делал вторую ферму пилил резал сварка жара и вот грибочки как я и сказал если кто-то не знает для чего грибочки я покажу сейчас вот сегодня с утра я их покрасил вышел прям с утра с пистолетом но вчера у меня было настолько много работы что честно говоря еще при такой жаре очень сложно конечно все я еще и косил выкосил там участок и вот оставил как косу на сегодня чтобы выкосить остатки спина честно говоря болит и всю эту работу выполнять все равно надо поэтому делаю порой честно скажу через силу потому что вот надо заставлять себя выйти он видите как хорошо здесь все траву она прям выросла вымахала здесь капитально лена только что закончилась по винограду вчера вот я сегодня сметал этом воздуходуйкой все коврики и вот сейчас она опять настругала листья но она следит за виноградом постоянно это виноград это как ребенок с ним каждый день надо возюкаться позавчера вечером глядя я уже поливал здесь железом но питательный просто листья когда желтеет железа не хватает вот мы обрабатывали железом препаратом специально поэтому вот я поставил стремяночку чтобы обрезать вот эти вот трубы профильные по меткам которые там выставлены на трубах на трубах видите метки выставлены это лазерным уровнем вот и здесь вот пойдет труба потоньше 20 на 40 основа идет и она вся есть 20 на 40 сделано ферма укосины здесь не нужны получается первая ферма будет стоять на четырех столбах но представляете да какие там к черту укосины то есть она будет стоять и жестко а то ферма следующая будет стоять на трех столбах то есть получается тут большой провис да но она труба там другая там там труба 50 на или 40 на 60 там 40 на 60 там труба или 40 на 50 не помню 40 на 60 м единственное что является проблемным данном случае это кстати там я сегодня намерен косить но стоит жара и одевать час костюм и косить это с ума сойти можно но надо надо трава быстро загнется единственная проблема вот в этом соединении так как здесь у меня был намеревался такой вход чтобы вот как под машину да то есть не для машины он был сделан хотя я думал что здесь будет висеть там лодка там буду сгружать но в любом случае это будет просторные тогда вариант чтобы сюда могла въехать машина и здесь нужно будет варить очень серьезные трубы здесь будут сороковки по ферме везде будет соединение сороковками 40 на 40 потому что очень большой пробел чтобы провисание никаких не было здесь для крыши будет 40 на 40 ну а так как крыша сама по себе здесь легкая это не тоннаж зимой снега не бывает сильного и даже если будет мой павильон вот это тот большой павильон уже шесть лет он стоит и были сильнейшие ветра он временем проверенный он стоит очень прочно и сделан капитально вот то соответственно этот пробел до 40 на 40 труба здесь пойдет идеально но вот эта пара труб будет серьезных таких перемычки а потом пойдет уже по верху 40 на 40 придется раскошелиться чуть-чуть но зато будет очень хорошая надежная крепость ну и я сделаю обрешетку этих ферм когда фермы поставлю потом буду обваривать потихонечку обрешетку а когда будет готова в решетка там уже как бог даст будут деньги купим профиль не будут останется так пока вот такие вот планы хотел взять вот за камеру рука тянулась вчера но понимаете когда уже уставшая работа спина болит все это настолько некомфортно он видите как виноград зреет уже ягодки начинают начинать прибавлять в весе только недавно было цветение да и вот это ягода ежевика она только цветет час видите пчел сколько налетела он пчелки летает цветет ягодка ежевика вот опыляется так и я уже что я кушаю в огороде что у нас сейчас и снова черешню мы долопали малинка у нас этом году мало 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 молоденькая поэтому здесь это ее пока нет клубника есть вот такие знаете ягоды мелковатым редкость его в этом году у нас клубники очень мало если честно с яблоками все нормально дерево растет яблоки увеличивается в размере их здесь много и хорошо это через не все да я уже сказал а вот груша яблоко она выбросила свои плоды видать дерево все-таки молодое не удержала и пока в этом году она попыталась сдать урожай но не дала поэтому плоды упали это яблони уже давала плоды на яблоки растут такие формы знаете как фирменные которые в коробках такие продаются форма такая любопытная европейская персики буреют но до еды еще далековато они у нас поздние персики не не ранние вот но и они есть и лена их обрядила то есть прорядила точнее а не обрядила до обряд обряжение так прорядила чтобы плоды были побольше то есть это надо делать персик он не понимает он не сбрасывает плоды у нее тогда все плоды будут мелкие и ну не такие хорошие поэтому она сделала так это правильно помидоры сами видите да цветут капельный полив включала лена уже все земля наконец-то отдала свою влажность за тот ливень и теперь вот капельный полив был включен на перцы и еще появился этот крыжовник крыжовник уже можно кушать ой смородинка вот это вот ешь то или как ее там называют она тоже начинает темнеть ягодки ну еще пока незрелая а вот крыжовник вот этот вот колючий он до ягодки уже готовы к употреблению колобок разросся но ягоды мал ягод мало и он не созрели еще до конца видите как капельный полив знаете чего отрадно когда вода стоит евро кубик губи дано но то на во первых теплее а во вторых при этой теплоте вот это вот и изис которая присутствует она все-таки становится намного в разы ее меньше и когда вот сейчас вот вода вот высыхает то нету известкового налета когда работали прям со скважины у нас был слабый налет но был а сейчас с учетом того что вода подогревается то налет соответственно намного слабее поэтому евро куб это лучшее решение для полива вот он колобок ну вот есть одна ягодка тут такая побуревшая но он будет возможно вкусным но их мало то есть куст пока еще в рост в рост отдал силы как прочим и тот ладно вот такие дела с огородом абрикосы тоже пока не созрели хотя друг в краснодаре говорит что абрикосы уже отошли у них все они собрали последний урожай то есть у них теплее для меня сейчас фермы это было основное знаете вот особенно когда ты один по железу работаешь естественно все скажу прямо тяжеловато одному вот это примерки все приварки потом обваривать все это дело это неизвестно еще тогда было когда строил повели трубы еще есть у меня достаточно это на обвязку ну вот и это абрикосины ну жердель пока только растут они потом уже будут еще много работы друзья мои очень много и потом ты выполняешь какую-то работу а тут другая наваливается допустим вот надо все это выкосить хотелось бы сегодня а мне еще домашней работы куча вот этот лес надо убирать отсюда растет все это махом вот там давно хочу эту ветку постричь дерево пока нам там нужно она подпирает стенку чтобы не упал поэтому и играет хорошую роль здесь вот надо все перекосить вот так и живем очень помогает деревья вот эти орехи дают очень хорошую тень и очень прохладно под этой тени на солнце прям прям жара а скамейка вот стоит садишься под сенью вот здесь еще помогал этот ясень но в этом году он расслабился полностью это будет уничтожаться ясень поэтому помогает данном случае вот этот орех какой-то степени до водоканал наш работает сантехника очень хорошо к жигаха у нас претензий нет потому что я директор жигаха поэтому какие могут быть ко мне претензий и около надо я ведь если я за разозлюсь вообще все же отключу к чертовой бабушке так что вот хорошо так бы на предприятии директор жигаха сам приходил и осматривал оборудование да ребята ну вот пока начало лета радует пока радует так время после обеда здесь вот остался маленький участок я думаю воскресенье что завтра я не буду косить краска принципе высохла можно красить с другой стороны там но там сварка будет поэтому я пока наверно воздержусь когда уже будут на месте стоять и будет между ними сварные такие трубы то тоже покрашенные кстати то тогда я уже другую сторону чтобы не зачищать лишний раз каждый раз вот покос я изнашиваю вот эти штуки но это я наверное не буду пока удалять я завтра сейчас уже переоделся и завтра я помылся уже от этой дряни там хмель попадал около забора это вообще как веревка поэтому я завтра нет не завтра послезавтра добью и поставлю новые жгутики трава жесткая трава жесткая и земля не выравненная у нас здесь вот яма была погреб и под посему я хочу но когда мы уже она была большая сейчас уже почти на вот старые саманные блоки туда кидали мы исключительно землю там мусора конечно нет как вот было что закидывали мусор туда прежние хозяева землей потихонечку землей и вот эта вся плоскость будет выравниваться может быть я пройду осенью мотоблоком чтобы уже здесь раздрыхлить почву видите такой провал как бы но здесь сейчас травы было море вот сейчас не стало этой травы ощипал я это дерево как и хотел ветки секатором но его чистенько все травка пускай сейчас желтеет она под солнцем сейчас быстро высохнет но я пойду покажу вам ну значит смотрите по поводу урожая до шелковица это единственная ягода долго дает плоды вот она начинает 1 практически давать плоды и последнее уходит из всех ягод ягоды уже давно черешня пропала там еще что-то пропало а шелковица она идет идет и идет ягоды огромные вот эти но они это так сказать белая ягода вот спелая вот эта ягода она сладкая как мед друзья вот как дыня среднеазиатская прямо так вот сахара в ней просто офигеть знаете такое впечатление что вы в рот кладете кусок сахара и на он тает у вас сырой сахар чтобы сразу растворялся мгновенно так шелкается я подхожу иногда ее больше знаете она падает вот если поглядеть на почву она вся усыпана этими ягодами да можно собирать когда нечего делать положить туда тряпку и каждый день собирать собирать как ноги по справедливо горят вино готовить ради бога у меня просто нет для этого просто физически не времени не желание абсолютно это вино готовить и шелковицу если я был бы там на пенсии да уже конкретно получал в этом свои пособия и все я входил пись как хромой тут и собирал бы это шелковицу и делал бы вино но в данном момент просто вот подошел покушал и да бог с ним кстати иногда падает кур и подбирает ну не всегда но лакомиться кто-то из кур любит кто-то нет но вот это дерево сына тот старый ствол я когда обрезал там пошли молодые ветки вон тех хвосты туда за деревом да и не дали такие крупные плоды вот что значит обновить но в любом случае это дерево надо удалять ведь она больное она старая его надо удалять и тем более она на павильон растет а там все равно будет стенка павильона поэтому это них хороший вариант она разрастется потому здесь растет дичка вишня честно говоря я хотел даже говорю давай лену говорю уберем ее но она является еще и пылителем как ни странно и поэтому решили ее не убирать она знаете ягоды такие рубиновые но они очень такие терпкие по вкусу это конечно черешня и не вишня которая садовая это дичка вот дичка но знаете прикольно подойдешь так ягодку возьмешь она так освежающий брыснет такой кислиночкой но от ирга нас в этом году уже порадовала намного больше если прошлом году было немного ягод а сейчас видите вот она черная и темная она уже вот это готовая ягода ее можно спокойно есть ирга да ирга друзья ирга очень очень-очень вкусная ягода когда на дальнем востоке я первый раз познакомился с этой ягодой это для меня был как виноград понимаете без косточек кушается легко такой терпкий чайный привкус сладенький прелесть ягода но у нас еще есть несколько кустов и там уже из созвездия ирги не помню вот это что ли ли она подобрала три ягодки и угостила три ягодки было но более такой насыщенный вкус показался вот но это вот у нас растет уже второй или третий год даже мы огородили от кур потому что кур атакует его здесь надо что-то будет предпринимать для защиты садовых деревьев от нашествия кур так все вот что касается урожая на данный момент напоминаю июнь начало поэтому вот у нас уже прошла черешня идет шелковица ирга у людей понимаете тут где ветра поменьше там допустим да или по южнее там где-то краснодарский края в разные там конечно уже абрикосы отошли как я уже сказал потом есть вот еще шелковица черная но начата здесь в рост пошла и высоко ее ягодки но есть еще шелковица черная вот там вот старой калитки где мы раньше заходили он тоже видите грушенька какая маленькая а какие плоды нарисовала как говорится посмотрим в этом году уже попробуем этот сорт но это садовая вишня но она в этом году так было несколько ягодок там штук десять максимум пять даже веселье она еще просто в рост пошла на пока не полдоносит так черная шелковица она тоже своеобразный вкус сладкая но очень сильно мажется то есть если вы ее поели считайте что у вас рот черные руки черные и все такое проще кто же в этом году крупная такая черная где бы ее поближе показать вот хороший представитель черная шелковица видите какая ягодка вот она растет ее аккуратно наснимать и аккуратно сразу ложить в рот но в любом случае видите палец уже так вот так вот палец уже замаран ведь соком я делаю так подошел поел черные шелковицы пошел к белой а белая имеет свойство отмывать все то что нагодила черная вот так и живем летний душ сейчас нагревается вчера заполнил полным не знаю что там нету с храном надо его менять наверное скорее всего вот прекрасная штука этот блин черный он нагревается хорошо вчера горю холодной водой заполнил сегодня уже спокойно можно душ принимать тепленькая водичка стоят жаркие дни сегодня еще ветрено и 27 где-то 28 а за следующие дни где-то вот обещают 34 градуса и причем ветер не такой силы можно сказать почти безветрия вот и связи с этим я тут наверно черная шелковица наелся я все губы черные все вроде бы это отмыл что хотел сказать уже забыл в общем как обычно какие планы какие планы планы достроить павильон да в общем достроить павильон в смысле не павильон конечно достроить о чем речь там слишком много чего а поставить вот эти вот фермы для этого я сегодня в план поставил еще задачу отрезать но что-то не знаю может быть я это сделаю что здесь некоторый расчет нужен вот особенно 1 фермы потому что у 1 фермы высота 1 потом труба ложится соответственно надо вычеркнуть высоту трубы еще вот на две трубы она ляжет и закончится на 4 трубе так что получается здесь сначала нужно рассчитать все метки поставлены отрезать семь раз отмерь один раз отрежь и все и после этого почему я сделал там вот эти пеньки да на ферме специальной 30 трубы вы уже догадались когда ее отрежу не очень трудно будет 1 мог ее ставить поэтому я закинул сначала хвост на крышу вот сниму там у нас камера переставлю другое место и после отрезания конечно и зацеплю грибок прям на 40 трубу он прям туда вставится 40 трубу где у час камера стоит он ставится потом ляжет на две трубы я здесь поднимусь по стремянке подниму хвост другой и поставлю сюда потому что человека второго нет только из-за этого я делаю грибки и когда она там замкнется то она будет стоять уже в 40 трубах останется только прихватить ее сварочкой стоит с этой стороны и все аккуратно обваривать и тогда ферма будет уже готова друзья мои но это надо делать после того как только я а потом уже будут делать обвязку вы знаете как перекрести вот допустим здесь достаточно 1 перекрести вот такого косого обвязки а вот это уже не надо делать в любом случае здесь всегда делаю все чин чинарем там поверху еще будет параллель идти чтоб не двигалась все это дело вот а когда есть поставлю эти две фермы так вот лучше показать когда я поставлю сюда две фермы я соединю их поперечинами там пойдут 20 на 40 трубы потому что расстояние небольшое как я уже говорил и эта конструкция будет уже стоять жестко и будет она уже покрашена готова к крыше а когда я уже буду фермы суда делать то мне придется снимать что-то здесь возможно вот этот вот козырёчек придется снимать вот я об этом беспокоюсь потому что вдруг дождь но вот надо снимать чуть не придумаю дождь там много урона не даст конечно потому что она будет соединять эти фермы с этими да ну ладно это будет впереди я пока загадывать не буду завтра музыкальный вечер так что друзья я жду вас как всегда на музыкальном вечере мы будем поздравлять именинников у нас поднимется хорошее настроение друзья приходите послушайте хорошие песни если что-то закажете из песен спеть я спою без проблем друзья и еще хочу сказать что ну раз заикнулся да не хотел но и написана одна из авторских песен и осталось совсем немного то есть песня уже есть она записана она оформлена полностью авторская и слова и музыка но я хочу сделать это виде клипа поэтому я сниму еще часть клипа и когда появится клип после этого я уже смогу исполнить и на музыкальном вечере такая вот петрушка интригу создал но хорошая тесня летняя я думаю не хит конечно ладно друзья пока пока солнечных вам дней жду вас на музыкальном вечере пока а а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok